Я отлично помню, как я увидел вот это здание, оно произвело на меня какое-то космическое впечатление. Такая красота и не в книжке, а на самом деле. Арочные окна, изящные балконы, эркеры, угловая башня со шпилем. Узнаваемые архитектурные детали, без которых дом купца Яковлева уже никто не представляет. Особняк в стиле модерн в начале 20 века построили по заказу незаурядной личности. Купца Степана Яковлева рассказывает журналист-краевед Илья Кочетков. Есть две версии, как развалился бизнес Яковлева и его партнера Полякова. По одной версии, которую очень долго муссировали, что они, дескать, заигрались с кредитами, суды пошли и прочее, прочее, прочее. И вот пришлось едва ли им не бежать из города или их выгнали. Такая версия есть. Есть другая, по которой этот бизнес развалил конкурент. И вот вторая версия мне ближе, потому что, мне кажется, вот такое здание мог заказать только человек, обладающий все-таки пониманием, что такое честь. Яковлеву доверяло больше двух сотен поставщиков товаров со всей Российской империи. Они доверяли ему настолько, что давали в кредит товары без оплаты. В 1917 году большевики национализировали дом Яковлева. В разные годы здесь располагались лазарет, НКВД, биржа труда. Но вот уже много лет главный банк страны. На фоне особняка каждые пять минут кто-нибудь дофотографируется. Фотосет снаружи, пожалуйста, внутри проблематично. Но для журналистов сделали исключение. И даже провели в тайную комнату в башню со шпилем. Этой старинной башней в центре города любуется, пожалуй, весь Барнаул. Многие мечтают здесь побывать, но можно это сделать далеко не всем. Я одна из тех, кому все-таки посчастливилось. Сотрудники Банка России также показали, что если в начале прошлого столетия здание и строили, то на века. Все наковано, висит. То есть вот эта балка, вот она держит вот эту балку. Там очень оригинально все так сделано. По идее попасть в здание может любой желающий. Записавшись на экскурсию в музей развития банковского отдела. Кстати, он осчитывает около пяти тысяч экспонатов. У нас есть там прообразы металлических денег. Как раз они датируются 16 веком. Есть монета с Анной Иоанновной. Ну, примерно ее возраст где-то 1746 год. Иногда не наблюдаете из окон офиса, музея, как люди здесь постоянно фотографируются? Да что вы, естественно. Четверг, пятница, суббота. Ну, воскресенье просто мы не работаем, я не вижу. Конечно же, это место паломничества молодоженов. Они здесь устраивают фотосессии. Человек как только не снимают, какие только позы не принимают. Стараются как-то выделиться. Дом Яковлева сегодня один из главных символов Барнаула. Если кто-то из горожан еще не видел особняк вживую, найдите время. Он находится в центре города, на пересечении улиц Короленко-Горького. Ваш взгляд сам застынет перед архитектурным шедевром. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.